приветствую вас я рада романова и сегодняшняя тема как научиться слышать свою интуицию с помощью таро на протяжении этого занятия мы будем все больше и больше понимать что же такое интуиция откуда она берется для чего она вообще нам нужно да сейчас мы сразу с вами коснемся конкретно арканов таро и посмотрим на то какие конкретно арканы имеют отношение непосредственно к вашей интуиции да что это за арканы такие интересные и я предлагаю вам сейчас если вы уже знаете немножко таро вспомнить какие арканы отвечают за интуицию какие арканы открывают имеют отношение именно к интуитивному знанию возможно вы вспомнили сейчас один аркан это второй аркан большой верховная жрица называется который непосредственно имеет отношение к интуитивному знанию но сейчас я хочу вам также показать что в арканах того есть еще один замечательный аркан который имеет прямое отношение также к нашему интуитивному знанию и этот аркан называется вернее имеет номер в точности такой как называется в общем-то интуиция шестое чувство да это шестой аркан аркан который имеет двойное значение он называется влюбленные и второе его значение выбор и рассмотрев этот аркан повнимательнее вникнув в него мы сможем лучше понять что такое общая интуиция зачем она нужна да и в чем собственно говоря вот этот выбор выбор чем выбор очень часто когда в раскладах выпадает аркан выбор в позиции совета или какого-то окончательной какой-то позиции то как правило это говорит о том что вы находитесь на повороте вашей судьбы то есть судьба делает какой-то поворот и очень важно вам не пропустить этот поворот не нестись ровно по привычной колее а увидеть уловить тот поворот который готовила вам ваша судьба вот и таким образом мы смотрим на выбор что это за выбор да если мы посмотрим на классический аркан то мы увидим там изображение молодого человека и либо он стоит в паре с девушкой либо у него стоит за спиной две девушки которые ошибчат ему свои какие-то интересные предложения и собственно в чем состоит выбор этого аркана и смотрите несмотря на то что этот арка называется выбор действительности подоплека под текст этого выбора в том что выбора как такового его нет потому что пришел момент услышать свое сердце это не выбор между скушать суп или скушать борщ да это выбор который касается каких-то судьбоносных моментов судьбоносных решений и в этой ситуации в эти моменты судьба уже требует от вас четкого решения и фокусировки и внимание обращение внимания к своему сердцу вот и таким образом вот если мы посмотрим на классическую картинку райдера вайта там где у нас юноша стоит паре с девушкой да и они отражают состояние влюбленности то в общем то это о чем это о том что ум и сердце находятся в замечательном партнерстве они находятся в союзе они не соперничают и конкурируют ум не перетягивает на свою сторону и не пытается контролировать все вокруг он дает место сердцу и сердце в союзе с умом осуществляет прекрасный танец жизни в потоке своего духа вот таким образом чтобы вы понимали что интуиция она именно вот и находится тоже вот в таком состоянии когда мы имеем контакт и имеем связь со своим сердцем очень многие люди занимаются самым разными прекрасными практиками духовными и направлениями но так увлекаются вот самими практиками что в общем то забывают и для чего они вообще это делаю да и здесь очень важно напомнить себе что любые практики это просто помощники нам для того чтобы лучше слышать себя лучше слышать свою истинную суть ну собственно говоря в этом и состоит интуиция когда мы слышим свою суть это каких случаях мы можем слышать свою суть только когда у нас открыто сердце когда у нас открывается сердце у нас появляется доступ к разуму сердца до разум сердца он имеет непосредственно отношение к нашему духу и если мы ведомость над своим духом жизни то счастливее и скажем так истиннее жизни для нас не придумать и в этом смысле вот аркан влюбленные и аркан и он же аркан выбор они показывают нам собственно говоря вот эту вот это важное содержание вот это саму саму суть интуиции того что она вообще дает несет для чего она почему она почему она важна каждому чтобы каждый слышал ее по сути интуиция это не что-то такое что имеет кто-то но не имеет другой да интуиция это то что дано к нам как данность абсолютно всем но в какой-то определенный этап эпох каких-то да интуиция перестала перестала уважаться да перестала уважаться и она задвинулась запачковалась заархивировалась большинства людей и находится в неактивном состоянии вот ну таким образом вот чтобы было ясно вообще что такое интуиция для чего она почему она дает что это не что-то сверхъестественное а это данность которая есть у вас и которые вы при желании и при определенных тренировках можете в себе развить и активировать просто вот это что касается аркана влюбленные который нам показывает вот эту замечательную связь между умом и сердцем и следующий аркан который наверняка те из вас кто знакомы с Таро назвали или вспомнили аркан верховная жрица да это второй аркан и что собственно говоря хочется сказать относительно этого аркана он является представителем женской божественной сути потому что интуиция это само даже слово ин да ин интуиция это женское такое проявление это не значит что этим владеют только женщины нет абсолютно это просто женская наша давность такая наша возможность способность наш аспект который присутствует как у мужчин так и у женщин но женщины более склонны к этим проявлениям даже не осознавая их ввиду того что это просто вот женский да аспект вот и здесь вот хочется обратить ваше внимание на что если вы осознанно принимать решение что для вас важна интуиция вы хотите развивать это качество то я предлагаю вам обратить внимание на этот аркан обратить внимание с точки зрения того какие качества представляет собой сама верховная жрица что позволяет ей быть в определенном состоянии и получать вот этот голос разума голос интуиции и соответственно им руководствоваться в жизни да руководствоваться это больше все таки аркан уже влюбленный аркан выбор аркан верховная жрица она исключительно получает вопросы и четко дает на них ответы да здесь значит первый момент который хочется вам сказать что когда вы обращаетесь к этому аркану вам важно четко иметь четко сформулированный вопрос например стоит ли вам вступать в партнерские отношения деловые с конкретным каким-то человеком да или подходит то или иное очевидное заведение вашему ребенку да таким образом ну вот это первый момент который важно очень осуществить это четко сформулировать свой вопрос если у вас нет вопроса вы не знаете куда двигаться то соответственно вы не получите никакого ответа да то есть это первый пункт номер один четко задается вопрос и качество одно из качеств вот верховной жрицею состояния она дает ответы на уже четко сформулированные вопросы следующий момент я бы хотела обратить ваше внимание на вот свойства этого аркана представительницу эту вот для чего это для того чтобы научиться входить в эти состояния понимать из какого состояния вообще можно входить в интуитивный поток и хорошо слышать слышать свою интуицию да из действия вы можете увидеть вот если мы возьмем классическую колоду райдера тарвайта да это как азбука такая для таро то вы можете увидеть что сидит девушка на голубом фоне голубых одеждах да здесь можно подключать свое образное мышление образные ассоциации и что такое голубой цвет голубые синие тона это холодные тона которые позволяют что успокоить ум холодный ум который не мечется не куда-то не дергается а который позволяет находиться в спокойном состоянии то есть холодные цвета они позволяют включить спокойное состояние да и точно так же здесь очень важно чтобы сердце ваше тоже было в спокойном ровном состоянии то есть его не тревожит не волнует какие-то проблемы какие-то дела события оно находится в таком своем замечательном равновесии да но еще можно более широко посмотреть на эту представительницу и она несет в себе два главных архетипа почему два потому что она единственная представительница в арканах второго которая имеет две пары да вот она вот первой паре она состоит с магом первым арканом и вторая пара это она состоит с верховным жрецом первый архетип это архетип девушки невинности чистоты благородства спокойствия такого и второй архетип это архетип хранительницы рода это архетип уже уровня бабушек да представительница такого уже мудрого состояния но при этом сохраняется чистота сохраняется честность сохраняется благородство и соответственно такие качества как немногословие верховная жрица она хранит какую-то тайну она не договаривает что-то да и но при этом ее честность она всегда сохраняется и второй момент фактически это вот о чем на что хочется обратить ваше внимание на то что вот эти качества которые я перечислила представительница верховной жрицы ее состояние когда она входит в это состояние своей чистоты своего благородства вот эти качества они позволяют ей быть в потоке слышания интуитивного знания поэтому здесь такое предложение для вас если вам интересно практиковать ну вот умение слышать свою интуицию то периодически вы можете открывать вот эти качества верховной жрицы открывать сам аркан вы можете образно на него включаться смотреть отлавливать свои ощущения телесные очень важно потому что интуиция очень часто какими-то откликами в теле всегда может проявляться и вспоминать те качества которые я вот сейчас вам перечислила и тренировать их периодически это не значит что вы должны по жизни мало говорить там и всегда быть хорошей девочкой нет это просто вот тренировка таких состояний которые вы сможете со временем включать уже по вашему требованию вот вам нужно выключить вы его включаете да ну также этот архетип это конечно же архетип ведьм ведуней соответственно таких мощных знахарок и при этом вот важно понимать что ну в таком крайнем каком-то виде да они могут выглядеть как не от мира сего да ну мы естественно в этом мире и поэтому просто тренируем это качество чтобы эту способность и возможность в себе начинать развивать вот я желаю вам успехов на этом пути замечательном благородном и увидимся с вами в следующий раз всего доброго до новых встреч 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 до новых встреч